Победные приемы в исполнении ингушских атлетов. Раз за разом наши борцы вольного стиля демонстрируют на борцовских коврах мастерство, отточенное годами, и удивляют своих оппонентов со всего Северного Кавказа. Открытое первенство среди юниоров проходило в Ставрополе. На соревнованиях 18-летний спортсмен Али Цакаев выступал в весовой категории до 74 килограмм и завоевал золотую медаль. Сейчас борец вместе со своей командой уже дома тренируется в обычном режиме. На соревнованиях 18-летний спортсмен. И это не только один, но и один. Когда на шоу из Шалак, то есть еще несколько игрок. Мне кажется, что это очень сильный. Скоро, чтобы победить с Али Цакаев и его победить с Али Цакаев? В финале я не могу отбрать с Али Цакаев. Мы не думаем, что это очень быстрый, но в финале он будет. У нас будет 10-0, а потом я сделаю в бой. 10-0. Да. Он доволен по-халфоваться. Тренировка всегда классная. Китчо. Китчо, я благодарю. Мы с вами брали тренировки и так. Один из шинкера подготовки, а потом из шинкера разруска. И подготовиться, я догадываюсь. Открытое первенство по вольной борьбе среди юниоров собрало сотни отличившихся на всероссийских соревнованиях борцов. В битве за чемпионство конкуренство было сильное, признается Ахмед Сакалов. Но ему удалось вырвать победу. Всех своих соперников он победил досрочно, не оставив им ни малейшего шанса. Сам спортсмен выступает за сборную Азербайджана, одновременно тренируясь под началом тренерского состава клуба «Кушт». Спортсмены, особенно вольники, как правило, немногословные. Привыкли они показывать себя исключительно на борцовских коврах, так и наш следующий чемпион. Победив четырех соперников и завоевав золотую медаль, он скромно отвечает «Просто повезло». Финальный соревнования – Силичин Сани. Первый период – 2-0, еще ворсу. Второй период – 4-2, отыграться, 4-2, я как раз. Может, ваше дело отыграться, когда приемы? Как-то атаковать, загнать, я 2-2, я как раз. Где вчера? Ну, ворсу, а я же тренировался. Я же на встрече, ворсу, 4-й, я особо ждать, что сборная соревнования двух человек. Открытое первенство по вольной борьбе в городе Ставрополь проходило 6 августа. Весь тренерский состав готовил своих подопечных в усиленном режиме. Тренировки строго два раза в день, ежедневно. Итог – 8 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Вы довольны результатом подопечных? Алхамдуклах, да, конечно. Ну, как всегда, хотел лучше, но ребята поработали хорошо. Видно было, что уже работа идет, как подготавливается. Перед соревнованием мы делаем усиленную нагрузку. По ОФП, по спецспорту и по технике, тактической мастерстве тоже добавляем. Сейчас у нас идет еще второй этап для подготовки юниору до 23 лет на России. Все эти ребята когда-то начали свой спортивный путь по-разному. Кто-то сам захотел тренироваться, а кого-то привели сюда родители. Но всех их сплотило стремление завоевать высшую для спортсмена ступень педестала. Все они хотят стать олимпийскими чемпионами, как это совсем недавно сделал наш земляк Мусаевлоев. Ада Мережков, Магомед Белокиев, Новости 24.